Дмитрий Бутеров – это популярный рыболовный видеоблог, который ведет Дмитрий Бутеров. Привет, друзья! В данном видео я хотел бы рассказать вам о весьма распространенных ошибках при ловле рыбы на реке на небольшом течении. И также поделиться информацией тем, почему кормак лучше, чем кормушка самослава при ловле рыбы на реке. Частенько рыбаки меня спрашивали, почему у тебя рыба ловится, а у нас нет? Почему не так? И что мы делаем не так? Я сколько раз объяснил рыбакам одно и то же. Возможно, тема этого видео будет полезна, друзья, и вам. Кто-то из вас тоже наверняка может быть попадал в похожую ситуацию и оставался нули почти с нулё. Может с небольшим количеством рыбки. Многие рыбаки на зиме, или точнее весенней рыбалке на реке используют кормаки. И сразу же бывает допускают одну очень весьма распространенную ошибку. Почему в кормак? Ложить лучше всегда сухой хлеб, а ни в коем случае не свежий. Неважно, чёрный-белый, то что он так же, как и сухари, чёрные или белые. Почему? Потому что свежий хлеб в холодной воде очень плохо растворяется, то есть вымывается. Он даже, в принципе, в тёплой воде летом весьма из кормака очень плохо вымывается. Не то, что ещё зимой, тогда вода холодна. Это, друзья, первая ошибка, которую ященько допускают рыбаки, когда в сетку кормак. Кормак можно, в принципе, сделать самому, можно купить в любом рыбовом магазине, стоить от 40 вроде до 80 рублей. Ну, в общем, чем больше кормак, тем дороже. Но суть не в этом. Ложить именно свежий хлеб. Поэтому долго и упорно удивляйся. А почему лунга, в которой они ловят рыбу, стоит ниже по течению, не клюёт? А теперь же я о второй ошибке, которую частенько также рыбаки допускают. Может быть, и вы эту ошибку тоже допускали. А теперь же я о второй ошибке. Делает рыбак лунг, отпускает туда кормак в эту лунгу, а в сантиметрах 50, в полуметрах делает напротив кормака, то есть напротив одной лунги, сделает вторую лунгу под кузочку. 50 сантиметров это, друзья, много. Делать нужно сантиметров это 20. То есть, если лунку сделали под кормак, то рабочая лунка будет всего лишь в сантиметрах 20. Сейчас объясню, почему. Ну вот, а когда рыбак сделал полуметра лунки на расстоянии, это очень много. Он садится между этими лунками и начинает ловить рыбу. Забыл про то, что сзади его находится кормак. И это, друзья, теперь очень важный фактор. Я объясню, почему расстояние все-таки 20 сантиметров, и почему лунка с кормаком должна быть перед рыбаком, а лунка с кузочкой чуть-чуть пониже. Это очень важно. А сейчас давайте, друзья, представим такую ситуацию там подо льдом, когда вот лунки находятся полуметра друг от друга. Я говорил в начале видеоролика, чтобы умываемость при холодной воде рыба, допустим, низкая. То есть такие частички, мочушенькие, мочушенькие. Вот этого кормака открывается. Рыбак забыл про свой кормак, который находится сзади его. Он находится между лунками и ловит в той лунке, где он сделал ее под удочку. Потом удивляться, потому что что-то не клюет. И вот эти мочушенькие частички ни о чем. Они никак не привлекают рыбу. А почему лучше делать так, чтобы рабочая лунка в сантиметрах 20 и выше по течению был кормак, потом уже сидит рыбак. Потому что кормак нужно встряхивать. То есть, кормак закончился, приподняли сантиметров на 20 и отпустили. И кормак рухнул на дно. И размоченный хлеб, будь то черный, будь то белый, неважно, его крошки идут вниз по течению. Навстречу рыбе. Рыбак всегда поднимается снизу вверх. Навстречу крошкам. Навстречу корму. И встречает вашу мормышку на фото. Это важно. И когда, друзья, пришел рыбак на водоем, он сделал лунку под кормак, отпустил кормак, сделал лунку под кудричку. Сильно, кстати, часто трясти не нужно. Один раз хотя бы в полчасика встряхнуть нужно. Даже на летних рыбалках многие рыбаки, используя кормаки, частенько перезакидывают их, чтобы как раз вот эти крошки, когда вот кормак хлобычница в воду, шли вниз по течению. Навстречу рыбе. Вот. Поэтому, друзья, всегда важен фактор, когда мы делаем лунку, сантиметров 20 выше по течению, делаем лунку под кормак, и уже потом садимся сами. И с интервалом примерно в 30 минут встряхиваем этот кормак. Когда уже мы сделали в самом начале лунку под кормак, кормак отпустил и поставил удочку, все, пусть хлебушек там под намокнет, пройдется так минут 5-7. После чего кормак нужно встряхнуть. Даром одно, чтобы крошки кормака вымлись и пошли вниз по течению, навстречу рыбе. А рыба, как я уже говорил в ролике, всегда поднимается внизу вверх. То есть крошки идут навстречу рыбе, а рыба идет навстречу рыбаку, который сидит на ящечке и утичке чуть-чуть, слегка играет. Всегда будет с уловом. Как в марте, так и апреле. А сейчас, друзья, о том, почему кормак все-таки лучше на весенней рыбалке в марте-апреле, чем, например, кормушка самосвал. Я об этом только говорил в виде ролики. Когда рыбак поднимает кормак, уже хлеб намок, стукая его одно, то есть отпуская кормак вниз, происходит удар одно, и происходит шлейф. Сначала идет крупный шлейф из намокших крошек, потом этот шлейф с крупного переходит на средний, он не останавливается. И уже потом идет на мелкий, но не останавливается. Все равно частички корма вымывается, вымывается и вымывается чуть-чуть. То есть эта процедура, в принципе, в фавчильске не прекращается. И это помогает рыбе найти самого рыбака. Представляете, что под рейдом там творится, сначала идет большой, такой комок из крошек, потом уменьшается, уменьшается, и сводится в фавчильске на нет, но не прекращается полностью. Чего не скажешь, что кормушка, например, сама сломала, да? Она же небольшая, маленькая, и, допустим, от того же самого кормака, к примеру, где можно полбухонки запихать. И при этом, при помощи того же самого кормака, вам не надо, как при самосвале, каждый раз ее забивать, допустим, отпускил, тряхнул, потом через какое-то время опять набил, отпустил, тряхнул, а кормак отпустили один раз, и просто периодически спрячь вам. С интервалом полчаса. Об этом я, в принципе, только что говорил. И поэтому, в связи своей рыболовной практики, сколько я вас вложил со школы, используя и самосвалый кормак, весной, в марте и апреле, кормак работал лучше, чем кормушка самосвала. При его глины рыбы солья. И мирно. Да и не только мирно, и хищно. На реке. Вот, друзья, это информация, которую я хотел с вами поделиться. Будьте всегда с рыбой. Если вы любите рыбалку и хотите знать о ней больше, подписывайтесь на канал.